Новая дарья Приветствую дорогие друзья! В 1997 году во Франции огласили национальный траур. Нация хоронила всемирно известную Жанну Кальман, супердолгожительницу, протянувшую целых 123 года. Президент Жак Ширак упомянул женщину в своей речи, назвав ее бабушкой каждого француза. Неизменно язвительная и остроумная мадам Кальман прожила дольше любой другой женщины на земле. При этом не чараясь никаких земных радостей. Но кое-кто до сих пор считает, что Жанна просто мошенница обманом, присвоившая себя громкий титул. Даже сегодня легендарную француженку помнят за ее острые высказывания. Так, например, незабвенная дама любила шутить. На самом деле я еще совсем девочка, просто последние лет 70 выгляжу так себе. Даже сегодня легендарную француженку помнят за ее острые высказывания. Когда Жанну спрашивали о самочувствии, она отмахивалась. Вижу и слышу я плохо, да и чувствую себя не очень. Но все это ерунда. Секретов долголетия у мадам Кальман не было. Казалось, она и сама гадала, отчего задержалась на этом свете. Как-то раз в разговоре с журналистом женщина сказала, просто у меня огромное желание жить, а еще немалый аппетит к сладостям. Старые люди самые классные! У них столько мудрости и опыта! А позже, общаясь с другой акулой пера, лукаво заметила, кажется, бог обо мне позабыл. Вот и все. По сети ходила легенда, в которой некий адвокат, позарившись на квартиру пожилой уже Жанны, пообещал старушке выплачивать за нее квартплату до конца жизни француженки. План не сработал. Юрист ушел в мир иной задолго до железной мадам. Более того, вдова покойного еще долгие годы была вынуждена платить Жанне, согласно их договору. Широко известно, до последних своих дней старушка пила вино, ела сладости и много ходила. Курила Кальман практически всю жизнь и бросила лишь 117 лет. Да и то потому, что практически полностью ослепла. Сама подкуривать она уже не могла и приходилось просить посторонних людей о помощи. А для этого Жанна была слишком горда. Кое-кто из ученых, наших соотечественников между прочим, полагает, будто на самом деле Кальман жила вовсе не 123 года. Разумеется, с миром француженка попрощалась весьма почтенно в возрасте, но вряд ли ей было при этом больше 80. По мнению специалиста Жанна попросту дописала себе годы жизни родной матери, собственной тезки. Как бы то ни было, историю мадам Кальман до сих пор пересказывают во всем мире. К тому же, почтенная француженка нередко делилась весьма мудрыми мыслями. Если вы с кем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого, советовала Жанна. А ведь весьма отдельная мысль. Я получала удовольствие при любом удобном случае. Я соблюдала принципы морали, и мне не о чем жалеть. Мне повезло, говорила мадам Кальман. Быть может, именно в этом состоит принцип долголетия. Жить по совести и ни о чем не жалеть. Чем больше новых вещей ты делаешь и видишь, новых мест посещаешь и новых людей встречаешь, тем медленнее и насыщеннее будешь ощущать течение времени. Поэтому иди и сделай что-нибудь крутое.